Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, друзья! Всем доброго, доброго, доброго! Всем привет! Итак, друзья, сегодня я вам расскажу историю Может быть, даже несколько историй Итак, начнём. Истории Истории такие очень интересные, мне кажется И, возможно, в них вы что-то увидите Короче, первая история Как-то раз один мужик, который коррекционировал старинные часы Забрёл в одну деревню Забрёл в одну деревню И увидел там дом И попросился там, в этом доме переночевать Его впустила переночевать Хозяйка этого дома Хозяйка этого дома Она его накормила Напоила Но Этот Мужик Увидел у неё в гостиной Старинные часы И Предложил ей купить их Но Хозяйка Незакие деньги Не согласилась их ему продать И В общем-то Накормив его Напоив его Она его уложила спать А сама Ушла спать В другую комнату А эти часы Они Были сломаны Они Стояли И Ночью Этот мужик Проснулся И Тихонечко 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 Пока эта Хозяйка Спала Он Вышел В гостиную комнату И Подчинил И Он Подумал Что Хозяйка Будет рада Что Хозяйка Будет рада Что Часы Снова Идут Но Как только Часы Пошли Как только Стрелка Начала Делать Первый Оборот Вот Он Услышал Дикий Крик Из Соседней Комнаты Где Где Спала Хозяйка Она Выскочила Забежала В комнату Увидела Что Он Починил Часы И В ужасе Начала Кричать Часы Звенели Она Старела Пока Не Превратилась В Пепел Вот Такая Вот История Возможно Вы Кое-что Узнали Из История Для Себя Ну что ж Давайте Будем Продолжать История Номер Два Друзья История Вторая Однажды Когда На улице Темнело Одинокий путник В лесу Увидал Хижину И Пришел И Уселся За стол В этой Хижине Его Вышел И Встретил Старик Который Был Лесняком И Этот Старик Начал С ним Говорить Он Ему Начал Рассказывать Разные Всякие Истории Про охоту И про звери И Он сказал Что у него нету Среди животных Врагов И Чтобы Путник Был Как дом И что он ему ни в чем Абсолютно ни в чем Не откажет И Множество Всяких Разных Историй Ему Будет Рассказывать И действительно Старик Не соврал Он Рассказывал ему Всякие Разные Интересные И Буднику Было очень интересно Слушать Старика Но В чем-то Ему показался Старик 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 Сказал Что На самом деле У него Нету Врагов В лесу Нету Некаких Врагов Но У него Есть одно Увлечение Ему Нравилось Подкармливать Волков В общем-то И Старик Сказал Что его друзья Хотят Покушать И Чтобы он С приятелем Точнее Точнее не с приятелем А он сказал Пойдем приятелем В лес И отвел Путника В лес И скормил его Волком Вот такая вот история Друзья Вот такая история Вот такая история Третья история Про конюх И его Друзей Как-то раз Конюх Собрал Всех своих друзей У себя В гостях И Они Сидели Общались И Пили Пиво В общем-то Было много У него друзей Все классные Были мужики И Они Ели Мясо Ели мясо И Пивом Запивали Вот Конюх Им пытался О чем-то Говорить Но Они К сожалению Не понимали О чем Он им говорил Потому что Видимо Он немного лишнего Выпил Вот Но В конце концов Они Ели Ели Мясо И Разговаривали Не понимали О чем Он им говорил А он Говорил И говорил И говорил Но В конце концов Конюх Не выдержал Он Настал На стол И сказал Им Что Вы Встречались С Моей Женой Пока Меня Не было В тайне Сказал им Конюх В тайне От меня И По этому Поводу Он сказал Собрал Всех Я Вас Мужики Немного Прифигели Что Он Такую Тайну Раскрыл И Конюх Потом Продолжил Скажите Он спросил У них Вы сейчас Пиво пьете Они такие Ну да Пьем Мясом Заедайте Они такие Да А он Такое Говорит Да Вкусное мясо Они такие Да А он А вы мою жену Давно видели Они такие Да И он Говорит С моей Бабой Встречались В тайне От меня Ну скажите Правда Вкусная Она Мужики Конкретно Выпали В осадок Конюх Прям Такая Страшная История Ребята Просто Страшная История Я не знаю Мне пацаны Рассказали Я сам Не в курсе Что как Правда Нет Слышал Где-то Эту историю Во дворе Вот Короче Следующая История Про Разбойников Значит Жила Была Банда Разбойников Влютые Были Ребята Грабили всех Кого только Могли И Очень были Удалые У них Все получалось Все было круто Но Был у них В банде Один Индивидуум Которого Звали Гарри Вот И этот Гарри Он был ужасно Жадным Просто Нереально Жадным И Он Как-то Раз Чтобы Все деньги Себе Забрать И ни с кем Не делиться Подложил Всем в еду Яд Подложил Всем в еду Яд Вот И В общем-то Жизнь Была Хороша Конечно Как говорится Свободная Разбойничная Душа Ну А теперь Точно В ряд Валяются Бандиты Будто Спят Этот Гарри Он Всем Еду Яду Подложил Как я уже сказал Но Он К сожалению Не успел Убежать И Пули Ему Мужики Говорили Что Гарри Был Хорош В бою И Потом Он Из-за Этого И Обозрился На всех Потому что Все С него Смеялись И Подложил Всем яд В Еду И Каждый Кто Умирал Подползая Зуб Гарри Выбивал Такая История Друзья Я ничего не придумал Я слышал Просто Вытвори эту историю И вам Пересказываю Как есть Вот Ну И В общем-то Все Разбойники Которые Умирали Они кричали Следующие слова Они кричали Такие фразы Они так говорили Ещё А ну-ка Выбей Брат Ему Последний Зуб Мы Все Покойники Он Тоже Будет Труп Вот такая История Про Гарри Который Подложил Своим Друзьям Разбойникам В еду Яд И сам В общем-то Рядом с ними теперь Лежит Вот Ну а Ещё одна история Заключительная Будет Про Один Старый 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 Проклятый Дом Говорят Что В заросшем Парке Стоит Проклятый Дом Я сам Там Не был Но Так Говорят Забиты Окна И Мрак Говорят Царит Извечно В нём Я думаю Что Чудовищ Нет На земле Конечно Но Я слышал Как Расставался Шорох Во мгле Говорят Что В этом Доме Когда То Жил Старик Он Был Очень Страшный И Вечно Злой А Когда Он Умер Соседи Не стали Его Хоронить И Решили Просто Заколотить Двери Окна Но С тех пор Когда Кто-то Идёт Мимо этого Дома Он Слышит Как Кто-то Внутри Ходит Иногда Слышно Голос Этого Старика И Этот Голос Он Говорит Мне Больно Видеть Белый Свет Я Будто В полной Темноте Я Очень Много Много Лет Мечтаю Только О еде И В общем-то Судя по всему Этот Старик Мечтает Лишь о том Чтобы Поскорее Брести Свободу И Прогрызть Проклятый Старый Дом Вот Жуткая история Не правда ли? Мне Кажется Жутко Звучит Да Такие истории Друзья Сегодня Были Вот Такие сегодня Были Истории И я их придумал Вот Поэтому Хотел бы я Сказать Спасибо Этим Замечательным людям Которые Эти истории Придумали Написали И воплотили В музыку Если кто не понял Еще Это прекрасная группа Киш Король И Шут Они Действительно Создали Уникальный Жанр Уникальный Музыкальный Жанр Это Такая Я не знаю Рок Сказка Что ли Именно Такая Целая культура Песен И за это Я их очень уважаю Потому что Реально Аналогов Им Я не вижу Их нет Вот Ну что ж Друзья Надеюсь Вам понравилась Интерпретация Такая Интерпретация Песен Короля Ишута Я вам желаю Спокойной ночи И Побольше Мурашек Удачи Вам И всем Пока